Всем привет! С вами OakStudio и я Руду. Сегодня у нас снова миссия. На этот раз миссия Gone Berserk. Эту миссию я люблю. Собственно, поехали. Миссия делается всегда против одной и той же фракции Equilibrium of Mankind. Летают они на амарских кораблях и будут пытаться поизображать из себя Лернейскую Гидру. То есть после отстрела одного корабля будет выползать еще целая партия. Ну, как правило, там 2-3 будут вылезать разных классов. То есть на этой миссии будет некоторое количество фрегатов, которые нужно ухайдокать, некоторое количество крейсеров, но прилично будут линкоры. На миссиях 3-го уровня там, по-моему, максимум это крейсеры, может, пара линейных крейсеров мелькало. Чем еще характерна миссия? Это то, что падает очень много лута. То есть, во-первых, как бы линкоры, там есть те, за которых довольно неплохая награда за голову. А во-вторых, так, сейчас, значит, вот сейчас я делаю очень опциональный шаг. Можно прыгать к центральной группе, а можно не прыгать. И дать им подползти самим. Противники все равно будут спавниться на дистанции. То есть, я сейчас вот туда вот переварпаюсь. Скорее даже с позиции, что мало ли какие-нибудь там нехорошие люди и сейфти налетят. Ну, собственно, все. И я прибыл. Включил системы безопасности и навожусь на всех этих ребят. Как минимум, первую партию действительно расстреливать будет удобно и удобно будет пылесосить. Они все оказались в пределах 48 километров. То есть, вот я начал только их расстреливать. И вот уже появилась целая пачка крейсеров. Соответственно, крейсера я тоже сейчас подстрелю. Они достаточно близко. Все корабли бросают лут. Очень приятное такое явление. Ну, как бы тоже нужно понимать, что входящего ДПСа здесь много. То есть, нужно не пренебрегать откачкой. Особенно на кораблях, так сказать, поменьше, попроще. Значит, сало... Вот с салом тут неоднозначно. А нос этих ребят, ну, весьма посредственный. Так, сейчас вот направлю сальщиков. Ну, вот видно, что эти ребята далековато, немножко заспаунились. Мне сейчас немного неудобно их из-за этого отстреливать. То, что трактор будет работать долго, на этой миссии, соответственно, лут, вещь важная и нужная. Ну, вот первый уже подполз. В принципе, вот можно не подползать ближе. Ничего с этого дела не будет плохого. Что-то в этот раз даже как-то спаунятся они не очень активно. Ну, вот только сказал, что спаунятся не активно. А тут появились. И даже почти что рядом. То есть, вон они заспаунились ближе к, так сказать, входу на миссию. Отстреливать их там будет долго и далеко. Поэтому есть тут такой довольно простой вариант. Быстренько выгрузить весь лут. Ну, сейчас я вот дождусь, когда мне тут все подвезут. Пока бастион не буду спешить снимать. После чего отварпаюсь. То есть, эти две последних тушки оставлю уже на потом. Ну, вот сейчас, да, бастион последний цикл проходит. То есть, лута, как видно, уже тут пара лямов. И это еще не все приехало. Почему-то он тут подтупливает местами. Так, ну вот, все собрано. Ну да, не сильно больше стало. Так, этих забираю, отпрыгиваю в сторону самой далекой гидры. Так, трактор рискупать. Так, выровнялся, выровнялся. Ну, здрасте, я ваша тетя. С таким прыжком она должна сразу оказаться там, где я хочу ее видеть. То есть, в пределах 48 километров. Ну да. Поэтому, трактор обратно. Что-то эта гидра далеко отползла. О, вот-вот пошли появляться. Пошли нормально плодиться. Так, сейчас нужно отстрелить мелочь, покуда эта мелочь летит прямо на меня. Потом с ней будет сложнее. Ну, или дронов выпускать придется, или еще какой глупостью заниматься. Ну все, они кончились. Огры вот тут за них уже дают побольше. Они пожирнее будут. Ну, это их все равно не спасет. Вот, новый спаун. Далековато, далековато. Интересно, получится утащить под носом у трактора. Не успел. Ну ладно. Можно теперь снова запустить сальщиков. Пусть работают. Команда расслабляться никто не давал. Так. Вот Деслорды. Это, так сказать, последние, кто будет выползать на расстрел. Значит, сильно выжидать я их тоже не хочу. Мне проще потом подползти пару километров и забрать все, что от них осталось. Ну, как вариант, можно стрелять по тем, кто чуточку дальше. Ну, Деслорда на самом деле лучше оставить на потом. Тем более, что тут заспомнилось двое поближе. Я думаю, нет смысла их вот как раз оставлять. Типа... А там, может, кто-нибудь подползет. Вот там Огро один уже подполз. Был более чем в 50. Теперь уже поближе. Деслорд, он куда вообще? А, он... Он орбитит. Он орбитит. Ну, так, он чуть-чуть вроде приблизился, но совсем чуть-чуть. Деслорды гады такие далеко спавнятся. Так. А, не, не все далеко спавнятся, кстати. Так, это я все равно не утащу. Ну, вот можно сейчас вот этим разобраться, чтобы потом про него не вспоминать. А, этот, кстати, подполз... Подполз прямо туда, где я хочу его видеть. Ну, вообще, умничка. Вот последний в 68 километрах, вот он плохо сидит. на этот норм. Вон. И нет гидры. Точнее, этого Деслорда. И находился он прямо вот там, вот где надо. Ну, все. Ну, последнего придется добивать уже с коршами. Я не собираюсь там ради него тут сидеть, ждать у моря погоды. Чего там у нас в тракторе еще насыпало? Ну, вот еще 4 миллиона. И это еще не все приехало. Так, а кого трактор-то сам тащит? или он пока мелочь в округе подтаскивает? Если он этого сейчас не повезет, то я его сам принесу. На, все, потащил, похоже. Или нет? Нет, не потащил. Я потащил. Все. Далеко и уплывать не хочется. Вот тут уже нагреб порядка скольки 7 лямов лутом. С салом тут похуже. Салится с них очень много металл-скрапсов. Ну, и немножко там всяких этих схемок, которые, ну, не сильно нужны и дешевы в умно. Так. Конечно, можно теоретически сейчас забрать трактор. Вот он привезет. Сейчас последний обломок. Забрать трактор, подпрыгнуть в последние тушки, выгрести. Вот там вот они две рядом явно. Выгрести все полезно и отсюда отварпывать. Да. Не сильно ценный груз. Ну, суммарно тут семь с лишних миллионов на луте. Это приятный бонус к тем еще нескольким миллионам, которые просто выпадут за головы. Там что получается? Ну, как минимум три Deathlord, несколько огров. Ну, где-то в районе там восьми десяти миллионов вполне можно получить. Ну, все. Забрать и можно уже отсюда сваливать. вот этот эксперимент с переварпыванием он действительно эксперимент. В принципе, можно стоять на попе ровно и не париться. Вполне может оказаться, что так оно будет лутаться не сильно хуже, но мобиль в клосс не спешат. Ну, это да, ради этого можно было даже и не мотаться. Вот сейчас бы какой-нибудь этот самый бубль, ну, полляма. Да. В принципе, можно было это все не собирать и честно отсюда сваливать. Ну, уже ладно. Сделано, так сделано. Потерял несколько минут. Сейчас посчитаю, сколько вышло и туго. Ну, то есть, как бы, из неприятного шмалят тут в целом, ну, шмалят. Хотя я помню, что бидон у меня вполне это все дело выдерживает. Без всяких вот этих бастионов, впрочем, прилетел, как бы, пострелял, все забрал. там понятно, что пылесосить все это медленнее. Пылесосил я тогда альтом, который приходил следом и все это оцаливал. так, что и туго вышло. у меня было 382. Сейчас посчитаем, что стало. 391, но 9 миллионов. Плюс еще тут парочка. и еще где-то около десятки я жду за голову. В целом, приятная миссия. Делается она относительно легко. Много телодвижения не требует, но неплохо оплачивается. На этом всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и т.д. и т.п. Всем пока.